В Самаре продолжается 18-й чемпионат России по настольному теннису, участие в котором принимают более 150 спортсменов из десятков регионов страны. По итогам игр первого дня 8 команд вышли в полуфинал. Валерия Коцур главному, по ее словам, спортивному событию года готовилась несколько месяцев. На чемпионат России самого соревнования в году, ну очень волнительно, ну ничего, надо как-то справляться с этим, внутренне себя переборовать. Настраивались на общую победу все вместе, тренер подбадривал, говорил, что нужно победить, выиграть. Вместе тренировались, вместе готовились усердно, все хорошо, думаю, будет. Готовились к командным соревнованиям и самарские спортсменки. Мария Тайлакова уже 7 лет играет в настольный теннис. Признается перед каждой игрой, немного волнуется, да и соперники всегда попадаются разные. Поэтому ракетка должна быть на готове. В игре нужно, чтобы характер был не сдаваться, если проигрываешь, все равно играть до конца. В первой встрече с командой Ставропольского края команда Мария выиграла со счетом 3-0 и вышла в 1-4 финала. Вторая команда Самарской области в 1-8 уступила спортсменкам из Санкт-Петербурга. Сложности возникли и у самарских мужских команд. Несмотря на максимальные усилия, в первой встрече с командами Свердловской области и Краснодарского края обе проиграли со счетом 0-3. Возможно, причиной стала немалая разница в возрасте. В итоге победил опыт. Очень сильный оппонент. Я постарался просто показать, что можно было у моих сил. Психологически очень тяжело. Да и совсем другое. На тренировке не так волнуешься и просто что-то отрабатываешь, что не получается. А здесь надо показать все, что ты можешь как можно лучше. А вот среди фаворитов на чемпионате России по настольному теннису отметилась женская команда Нижегородской области, которая со счетом 3-0 обыграла команду девушек из Оренбургской области, выйдя в четвертьфинал, где позже обыграла и самарчанок. По словам нижегородцев, это была лишь разминка, но расслабляться нельзя. Конечно, хотелось бы еще лучше, сильнее, потому что нужно от встречи к встрече пытаться разыгрываться. Тут очень сложно сказать, кто сильнее, кто слабее. Мне кажется, когда все выходят к столу, любой может победить. Я считаю, что в Самарской области очень хорошая команда. Там молодые девочки, все очень способные, все борцы там. И я думаю, если они будут идти теми же шагами, такие же цели у них будут, которые они задали на данный момент, я думаю, у них все должно получиться. С трибун за самарских спортсменок болели родители. Виталий и Наталья Щербатых свою дочь Валерию в настольный теннис отдали, когда ей было всего 7 лет. Теперь девушка, член юниорской сборной страны, участвует почти во всех международных соревнованиях и готовится получить звание мастера спорта. Сыграла, на наш взгляд, хорошо, поскольку два года она не могла одолеть свою соперницу Анастасию Кольш, которая является лидером кадетской сборной России и в том числе и хорошо играет по юниорам. А в этом году, в этот раз ей удалось одолеть, со счетом 3-1 она выиграла. В главном зале, где вершатся судьбы спортсменов, кипели нешуточные страсти. На протяжении всего времени за играми первого дня наблюдали опытные судьи из разных регионов России. Следили за тем, чтобы игра была не только бескомпромиссной, но и честной. Наибольшее количество ошибок, в общем-то, судьи замечают при подаче. Потому что подача должна быть выполнена таким образом, чтобы мяч был подброшен вертикально, ну, близко к вертикали, чтобы не было наброса, чтобы его не подкручивали пальцами во время подброса мяча. Во-вторых, чтобы не закрывали телом видимость противнику. Некоторые спортсмены не сдерживают свои эмоции, поэтому и карточки получают. Показать хорошую игру смогли более 150 спортсменов. Соревнования на первенство страны в Саммарской области не проводились с 1971 года. Каждое подобное соревнование – это привлечение новых поклонников этого вида спорта. Это явление, значит, как бы приумножение тех традиций, которые были завоевываны нашими спортсменами. С одной стороны. Потом и другая, конечно, составляющая – это то, что любители настольного тенниса, любители спорта могут увидеть наших спортсменов в реальную величину здесь, вот на этом чемпионате. В универсальном спортивном комплексе «Грация теннисной страсти» будут кипеть вплоть до 1 марта. А по итогам игр первого дня в полуфинал вышли 8 команд. Среди них мужские команды Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Республики Татарстан. Среди девушек лидирует Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская и Владимирская области.